Здравствуйте! Хочу рассказать вам построение рукава одношовного, который используется для платьев, пиджака, пальто, блузки и так далее. Это такой самый простой чертеж. Итак, для этого чертежа нам понадобятся мерки окружность груди, возьмем, допустим, она у нас будет 96 см, мерка длина рукава, окружность нашей руки и мерка нам будет еще нужна, такая вспомогательная, это глубина нашей проймы. Итак, давайте начнем строить наш рукав. Для построения рукава возьмите там лист бумаги, карандаш, линейку и возьмите точку А вверху. Отложите вниз длину рукава, ну, у нас она будет равна 58 см. Теперь мы должны высчитать ширину нашего рукава. Окружность нашей груди 96 см. Мы должны разделить на 2, чтобы получить полуокружность. Это будет 48 см. Теперь для того, чтобы правильно рассчитать, мы должны эти 48 см разделить на 3, прибавить 1 см на свободное облегание и умножить это все на 2. Итак, получается 34 см. Вот эти 34 см, когда вы высчитали, вы можете сравнить с той меркой, которую вы взяли окружность руки, чтобы у вас не было меньше. Если надо, прибавьте больше. Ну, как правило, это не понадобится. Итак, теперь после того, как вы нарисовали, отложили от точки А 34 см и поставили точку В. Сделали прямоугольник. Разделили его на 4 линии. То есть сначала пополам и еще раз пополам. И провели 4 прямые линии. Вот это вот ваша верхняя точка, центр. Это и будет самая высшая точка рукава. Теперь нам нужно определить линию спуска оката, где она у нас будет. Для этого нам понадобится вот эта вот мерка, которую я вам говорила, глубина проймы. Ну, допустим, возьмем она у нас 20 см. Мы 20 должны разделить на 4. Идет 3 четвертых. И умножаем на 3. Равно 15 см. Отложили от самой верхней точки 15 см. И прочертили линию, соединили. Это наша линия спуска оката. Теперь все идет быстрее. Мы с вами, обозначив вот эти точки, ну, допустим, П и П1, должны соединить с вот этой верхней точкой, пунктирной вспомогательной линией. Затем, вот эту вот часть, вот там, где наше деление первое, делим пополам. То есть, хочу вам сказать, что здесь у нас идет, пришивается к спинке. Разделили пополам. Вниз опустили 0,5 см. Поставили точку. Затем вот эта точка, которая у нас идет соприкосновение пунктирной линии. Ну, вот так вот по порядку пойдем. Мы поднимаемся вверх на 1,5 см. Ставим еще одну точку. Это точка, которая у нас будет соединяться. Соединяем эту часть. Поделив вот этот отрезок между этими линиями пополам, откладываем вверх 2 см, ставим точку и продолжаем соединять вот эту вот линию такую, чтобы она у нас была мягко вогнутая. Пошли теперь спуск оката делать. Вот этот отрезок, который мы брали, делим пополам. Поднимаемся вверх на 1,5 см. Закругляем наш окат. Точка пересечения, вот эта там, где у нас нашей линии, это тоже точка, к которой будет проходить наш рукав. И берем последний отрезок, делим его пополам, опускаем вниз 2 см. Таким образом, наш окат рукава закончен. Вот мы его прорисовали. Если вы хотите короткий рукав, а точки верхней, опускаем вниз, 18-26 см. И вот эта линия, и будет наша линия короткого рукава. Все остальное, это наш длинный рукав. Вы делаете либо короткий, либо длинный. Теперь наш рукав внизу получается широкий. Но не для каждого фасона это подходит. Если вам надо сузить, убирайте с каждой стороны одинаковое количество сантиметров, 3-4-5 см. Ставите точку и соединяйте их с этими точками. Таким образом, ваш рукав книзу будет заужен. Если вы будете делать застежку, то тогда вы от вот этой крайней линии, которая у нас идет слева, это идет, кстати говоря, локтевая линия, откладываете влево 2 см. и поднимаетесь вверх на 10 см. Это и будет разрез на застежку. Вот и все по нашему построению чертежа. Еще раз повторюсь, что это самый простой чертеж. Итак, часть, которая более углублена, это будет передняя часть. Часть, которая поднята меньше, вернее, выше, это будет пришиваться к спинке. Надеюсь, видео было полезным для вас. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!